Дело рассматривалось в Краснокамском районном суде на скамье подсудимых Александр Степанов. 34-летний молодой человек, который уже отсидел 10 лет за убийство. Вынесение приговора откладывалось из-за неявки части свидетелей. После заслушивания всех показаний судья все же вынес приговор. Даже служитель Фемиды признался, что в нашей стране слишком мягкое наказание за убийство. Я вот подумал, что в нашей стране за убийство самое мягкое наказание. Многие страны и даже наше государство отказалось право лишить человека жизнь. В том числе наше государство, вот это прямая работа. Вот в данном случае наказание назначено за свидетельство в рамках закона государства, где мы живем. Понятно, да? При вынесении приговора учитывалось не только то, что Александр подписал явку с повинной, признал вину и содействовал следствию, но и то, что это уже рецидив. А вот состояние аффекта, как смягчающее обстоятельство, доказать не удалось. Александру суд назначил 14 лет в колонии строгого режима, причем с аннулированием предыдущей амнистии. У сторон есть 10 дней на обжалование решения суда. Был оглашен приговор Степанову Александру Николаевичу за совершение убийства. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы за совершенное преступление. Степанову судом было назначено наказание приближено к максимальному, то есть 14 лет лишения свободы. С учетом того, что также судом было отменено постановление Словацкого городского суда, где Степанов был в основном досрочно освобожден. В настоящее время приговор нами не получен. По получению приговора будет решаться вопрос о законности, обоснованности принятого решения. Матери же убитой Евгении суд назначил выплатить моральную компенсацию 700 тысяч рублей. Место вменяемых Александру 3 миллионов. Материальную компенсацию он выплатил еще до вынесения приговора суда. Наталья Бурова, Дмитрий Кузнецов. Информационная программа «Время новостей». Продолжение следует...